Вот эти состояния, которые каждый проходит на пути духовном, они находятся и в десятке. У нас есть, например, естественная такая склонность части товарищей больше совершенства высказывать, а есть такие, которые наоборот, свои хиссароны, недостатки. Как нам сделать так, чтобы мы все были взаимовключённые друг в друга, чтобы были все вместе? Каждый лично, индивидуально должен выводить себя из критики и приходить к подобию с Творцом. Что он критикует? Чем он недоволен? То, что Творец дал нам такую работу, но если он продолжает, он должен продолжать согласно условиям высшей силы, высшей природы, высшего мира. И всё. Он может, как маленький ребёнок, говорить «Нет, не хочу», капризничать. Ничего не поможет. Он только испортит пуди другим и себе во много раз больше. Поэтому мы должны объединяться между нами и помогать друг другу. У каждого есть такие состояния. Помогать в том, чтобы у нас был какой-то поиск безопасности, чтобы мы не выходили, не злословили на нашу работу, не выступали против жизни группы и так далее. Нечего делать. Почему мы так тщательно изучаем статьи Рабаша? Потому что там всё написано. Это человек сидел и писал в течение десяти лет то, что мы должны пройти. Так обратите внимание на то, что он написал вам. Вопрос. Жизнь — это не постоянное собрание товарищей. Собрание товарищей, там очень чёткие указания, что делать. Но мы видим, что, естественным образом, есть такие люди, которые постоянно приносят совершенство в десятку. То есть такие, которые, наоборот, недовольны, у них есть хиссароны, они хотят продвигаться к лучшему. Так как правильно делать так, чтобы у нас каждое мгновение была правильная работа? Что все хотят, каждый от своей работы, от своей линии, он хочет прийти к восполнению, к совершенству. И внутри себя то, что он собирает от группы все точки и должен достичь как бы своей центральной точки. И так, чтобы все вместе в группе хотим прийти к центру духовной группы, то есть мы объединены вместе, поддерживаем друг друга и вместе устремляемся вперёд до полного исправления. То есть нужно видеть, что через десятку каждый должен на каждое мгновение давать самую правильную вещь, и неважно, что он приносит, а самое главное сейчас самое правильное для продвижения. Для правильного продвижения. Но мы должны решить, что правильно для продвижения, чтобы мы собрали это и в сумме этих состояний выбрали бы правильную точку для следующего продвижения. И так от точки к точке мы приходим к полному исправлению. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!